Спасибо большое. Приятно всех вас встретить. Спасибо большое за представление. Меня зовут Элизабет Смит. Я работаю в больнице Кембриджского университета. И в основном я занимаюсь вопросами рака желудка и пищеводно-желудочного перехода. Сегодня мы будем говорить о современных подходах к терапии метастатического рака желудка после терапии второй линии. Раскрытие моих интересов. Что мы знаем о раке желудка? Рак желудка и рак пищевода составляют наиболее частые случаи возникновения рака по всему миру. Это очень агрессивное заболевание. Два трети пациентов с раков желудка на маме к диагностике имеют место распространенный рак и нерезиктабильный рак. В Европе только 25% выживают в течение длительной перспективы после лечения рака желудка. Кроме того, необходимо сказать, что рак желудка и пищевода на втором месте среди всех ведущих предимств смерти от рака во всем мире. В 2019 году не было одобренных Европейским агентством лекарственных средств вариантов для третьей линии лечения. Что мы знаем сейчас о лечении первой линии для распространенного рака желудка? Мы знаем, что химиотерапия увеличивает выживание и качество жизни у пациентов с распространенным раком. И обычно стартат лечения – это химиотерапия с препаратами платины, дуплетами, редкотреплетами и фтор-перемезином. Мы знаем, что аксалиплатин эквивалент цисплатину, но аксалиплатин безопаснее и, может быть, лучше работает у пожилых людей. Мы знаем также капицитабин. Он также работает как 5-ФУ, но чаще возникает ладонно-пошвенный синдром. Мы знаем, что медиана общей выживаемости у пациентов на поздней стадии рака пищевода и желудка даже в клинических исследованиях не больше одного года. Что же мы делаем со второй линией лечения у пациентов с распространенным раком желудка? Стандарт лечения – это химиотерапия или поклитоксел или иринотекан. Все это основано на клинических исследованиях. Мы знаем, что рама цирумаб в виде монотерапии эффективна, но, однако, наилучшее лечение, если это паклитоксел и рама цирумаб, поскольку увеличивается положительный ответ на это лечение, общая выживаемость, однако, общая выживаемость увеличивается, но 6 месяцев медиана общей выживаемости достаточно скромная. При химиотерапии рама цирумаб и поклитоксел – это то, что мы знаем в течение последних двух лет о второй терапии. И вопрос заключается следующим. Для аудитории, какое лечение рака желудка на третьей линии? Что вы прочитаете? Никакого лечения. Мы не знаем уровень доказательств. Ирина Текан или режим Фолфири и корейские исследования клинические показали эффективность данной линии. Может быть, вы предпочитаете трифлуоридин или иммунотерапию. Анти-ПДЛ препараты, которые прекрасно были обсуждены в предшествующих докладах. Не волумаб, а пембролизумаб. Или, в конце концов, может быть, вы предпочитаете сделать что-то другое, то, что не включено в этот список. А я думаю, что модераторы мне подскажут, какие же будут ответы на эти вопросы. Ответы уже имеются? Или немножечко еще мне надо поговорить? Для меня выбор лечения – это Рина Текан. Это все было основано на 27 пациентах, на клинических исследованиях, на корейское исследование. Это было реновизированное исследование. Эти данные поддерживают. Мы знаем, что небольшой процент уровень ответа. Ответы вроде появились, да? Давайте посмотрим. Вы голосовали все зрители, так что вы видите на экране ответы наших зрителей, да. Я понимаю, что основное – это иммунотерапия. 72% выбрали в качестве третьей линии иммунотерапию. Очень интересно. Может быть, последний докладчик прокомментирует вот эти вот результаты. Почему выбрали все-таки иммунотерапию? Почему в России такая схема лечения? Это регистрировано у пациентов более чем после двух линий, да, и для пациентов с MCI-high статусом, и для пациентов, у которых резистентная форма. Я думаю, что вы очень счастливы. Спасибо большое. Вы очень счастливы. На самом деле, вам повезло. Хотела еще отметить, что это очень хорошая переносимость лечения. Это тоже важно. Спасибо, что у вас есть все опции. Любовь Юрьевна, прокомментируйте, пожалуйста, еще раз, а то у вас было не слышно. Да, я вам говорила, что еще один очень хороший вопрос. Это хорошая переносимость иммунотерапии. Да, прослушали вопрос. Любовь Юрьевна, я права? Правильно же? Я не знала просто. Да, все вместе, да. То есть сейчас мы находимся в разных стадиях регистрационного процесса. Это интересно. Это очень интересная перспектива, потому что мы видели, что большинство людей проголосовало за иммунотерапию. Но если препараты в процессе регистрации, то мы можем использовать старые режимы. Давайте продолжим и будем говорить о других схемах лечения. Я думаю, что очень важно понимать, что когда мы говорим о терапии третьей линии в случае рака желудка, необходимо понимать, сколько пациентов мы будем лечить. Ученые из Италии, Соединенных Штатов Америки показали, что в обычной клинической практике, когда вторая и третья линии уже использованы, что необходимо понимать, что 40% пациентов... Когда мы лечим пациентов с раком желудка, необходимо понимать, нам нужно... Может быть, вторая линия терапии будет быть больше, более эффективна, но все-таки еще необходимо понимать, что все равно прогрессия может произойти, и нам понадобится третья линия лечения. В течение нескольких лет 4 клинических исследования занимались этим вопросом. Первые три – это иммунотерапия, это Attraction 2, Keynote 0,59, как вы уже на этом ссылались и очень хорошо прокомментировали это исследование, и Javelin 300. Тембролизумаб исследовался в исследовании Keynote 0,59. Это было... Ну, у нас также имеется и Javelin 300, это клиническое исследование, которое показало отрицательные результаты. И последнее исследование – это исследование ТАКС, это третья фаза исследования, а международное исследование сравнивалось с плацебо, и лечение хорошо переносило. На сегодняшний день исследование ТАКС – это единственное глобальное исследование третьей фазы, которое продемонстрировало выгоды от лечения в случае рака желудка. Теперь исследование Attraction 2. Это было первое исследование, которое охватило различные темы. На самом деле здесь мы говорим о рандомизации плацебо с задействованием плацебо и неволумаба. И это исследование, которое происходило в Тайване, в Японии прежде всего. И на самом деле здесь популяция была с очень серьезной предварительной подготовкой с лечением, которое было проведено им ранее. Таким образом, насколько эффективным является использование неволумаба в химиотерапии метастатического рака желудка. Мы здесь видим, что большая часть пациентов выигрывают в данной ситуации, получают определенные преимущества. И здесь мы говорим о повышении уровня выживаемости. И 38% снижение опасности и риска смерти, что тоже очень важно. Как вы видите, все это отражено на этих кривых. И мы здесь видим снижение и повышение общей выживаемости. Таким образом, это определенный эффект, позитивный эффект. Мы знаем, что когда мы проводим сравнение рака желудка с другими видами рака, например, легких, то здесь, конечно, мы видим здесь выживаемость несколько меньшую, чем при различных других видах рака. Но надо сказать, что это прекрасные данные, которые получены были в результате очень долговременного отслеживания пациентов. Проводится контроль и отслеживание ситуации с пациентами, которые проходили подобного рода испытания. Надо сказать, что у очень малого числа пациентов была прогрессия. Поэтому мы говорим, что это совершенно фантастический результат для этих пациентов. Но, конечно, пациентов не так много таких, но, тем не менее, данные эти очень важны. И даже те пациенты, у которых стабильное заболевание, все равно дают улучшение уровня выживаемости 36% в один год. Мы таким образом видим преимущество этого подхода. И очень часто задается вопрос, кто выигрывает в результате такого рода терапии? И каким образом мы должны делать выбор? Мы не знаем, мы не знаем пока ответа на эти вопросы, потому что нет у нас прямых исследований, которые помогли бы получить ответ на этот вопрос. Надо сказать, что есть, конечно, в Азии, в значительной степени по-другому развиваются заболевания, там значительно больше метастаза. И, конечно, там есть химические биомаркеры, с которыми они работают. И я буду говорить о геомаркерах буквально через несколько минут. Ну, вопрос можно так поставить. Вот эти данные Attraction 2, можно ли их применить в различных других сферах? На самом деле это очень серьезный вопрос, это по существу проблема. В Европе есть ощущение, что данные, может быть, это данные, которые отличаются от тех данных, которые нужны для Европы, потому что биологически есть отличия между азиатской популяцией и европейской популяцией. И нет такой контрольной группы, с которой можно было бы проводить сопоставление. Но есть исследования, и должны быть исследования, в которых такая международная популяция, состоящая из представителей разных популяций, задействована. В Соединенных Штатах, например, да, у них были случаи рака перехода, пищеводно-желудочного в том числе. И здесь мы видим подход такой же. На самом деле, что мы здесь видим? Мы видим здесь результаты такие же, практически такие же, как в Attraction 2. Когда мы видим здесь ответ примерно такой же, когда мы переводим пациентов на другие режимы, и на самом деле сказать можем так, что по существу в Attraction 2 и в Измерции только опухоли, ретроспективно, и с невозможностью предсказать выживаемость. И здесь очень ненадежные данные по ответу также. Здесь у нас здесь в новом исследовании CPS1 мы видим увеличение пропорции пациентов, которые реагируют. Может быть, здесь, конечно, позитивные и негативные предикции, но тем не менее мы видим здесь изменение ответов и уровня ответов в Соединенных Штатах. Мы это наблюдаем в зависимости от препарата. Ну, и вот почему я задаю вопрос, собственно. На самом деле мы видим, что очень часто мы знаем, что и ответы-то мы не получим, потому что ответы примерно одинаковы с биомаркерами, с отбором биомаркеров, и без них все равно. Мы, тем не менее, видим здесь вполне очевидно, что это весьма хорошо классифицированы, и здесь есть эквиваленты определенные в ответах. Вот эта эквивалентность и сопоставимость говорит нам о том, что реального ответа нет, и ответов для всех пациентов мы не можем получить, потому что, на самом деле, конечно, испытания, исследования в разных популяциях проводятся по-разному, дают разные результаты, и ответы разные. Иногда всего лишь 4%. Первые исследования сравнивали иммунотерапию, химотерапию, и надо сказать, что общая выживаемость и прогрессия были в пользу химотерапии на этих ранних этапах. И надо сказать, что все равно мы говорим о 7% и при иммунотерапии, и при химотерапии на этих ранних этапах исследований, и поэтому статистически значимого различия здесь нет. И чувствительность к второй линии на самом деле оказывается достаточно негативной. То есть мы говорим о том, что, конечно, все ограничивается определенным рядом пациентов. А как выбирать этих пациентов? Как это делать? Я должна обращаться к данным определенным, к данным, к результатам исследований. Мы часто видим эквивалентные результаты. Мы по уровню выживаемости 6 месяцев, например. И затем мы смотрим на данные по Ниволумабу и Пемзолибумабу. Мы видим, что здесь уровень ответов увеличивается. Но что касается прогрессии и общей выживаемости, здесь на самом деле различий таких существенных не наблюдаются. И поэтому мы не можем говорить об эффективности, больше эффективности того или иного подхода. И на самом деле оценки достаточно не проводилось. Я должна сказать, что МСА, конечно, очень важно для всех пациентов, страдающих от рака желудка. Да. И есть данные, которые совершенно четко об этом говорят. Говорят о том, что это необходимо, что ответ меняется 50-60%. И мы видим эти данные по Keynote. Если у нас есть MSI-high опухоль, тогда, очевидно, такие приемы необходимы. Если мы посмотрим на более высокие уровни, то, может быть, это лучший предиктор исхода. Но уровень ответов значительно меняется. И тем не менее, мы не должны говорить о том, что PD-L1 экспрессия играет такую существенную роль. И есть другие БАО-маркеры, которые включаются, которые, например, высокий уровень клеток Т. На самом деле это все исследовательские инструменты. Это то, что в практике, в клинической практике не используется. И вряд ли нужно. Поэтому что мы с вами видим? Мы таким образом при исследовании Keynote 61 видим, что пембролизума против паклитоксела у пациентов с CPS больше единицы при PD-L1. Не установлено улучшение здесь общей выживаемости. Но если мы используем разные две методологии, то первая является исследовательским инструментом, вторая является очень важной для диагностики. И оба метода очень важны. И есть у нас могут быть очень большие группы пациентов с высокими уровнями. И таким на самом деле эти пациенты могут получить определенные преимущества при использовании химиотерапии. Это совершенно необходимо учитывать, когда вы работаете с разными группами пациентов, и учитывать надежность тех или иных предикторов. Теперь я хочу поговорить об исследовании TAGS и химиотерапии, об исследовании, которое называется TAGS. Это глобальное исследование фазы 3. Это такое глобального характера исследования, которое включает популяции интернационального характера, национального состава. И здесь есть группа на TFD, ТП и группа на плацебо. Вот здесь пациенты, которые были вовлечены в это исследование. Вы видите здесь географический регион. На самом деле много было пациентов из Японии. Вы видите здесь, что большая часть из этих пациентов имели рак желудка. Но, видите, здесь также представлено количество пациентов, которые были на плацебо и на TFD, ТП. Их достаточно много было, 337. И вот здесь результат этого исследования. Да, общая выживаемость увеличена на два с лишним месяца. Это общий результат данного исследования. А также через 12 месяцев ставились живыми 21% в группе TFD, ТП и 13% в группе плацебо. И здесь мы говорим о хеморефрактарном раке желудка. Выживаемость без прогрессирования. Если мы посмотрим на медиану, клинически, может быть, не настолько многообещающе, но 6 месяцев, ну, до 15% увеличилась 6-месячная выживаемость без прогрессирования. Это очень важно для контроля за симптоматикой у пациентов. И здесь мы можем говорить о том, что в данном случае химиотерапия несколько лучше работает, чем иммунотерапия. Дальше посмотрели функциональный статус пациента, сохраняется ли он дольше при лечении ТФД и ТП по сравнению с плацебо. Но на самом деле мы получили преимущество в два месяца, что касается ухудшения функционального статуса или улучшения функционального статуса. Все онкологи, гастроэнтерологи, они, конечно, опасаются токсичного эффекта, особенно в случае и при раке желудка или при колоректальном раке. Но необходимо сказать, что данный режим достаточно хорошо переносится. Если мы посмотрим на профиль токсичности по сравнению с плацебо, то практически все эти схемы эквивалентны. Очень небольшое увеличение в случае диареи. Я обычно даю определенные советы со своим пациентам. Но на самом деле вот такая диарея, она длится недлительное время при симптоматическом лечении. У пациентов, у которых хеморефактерные опухоли. Что касается гематологической токсичности, я думаю, что мы видим небольшие случаи нейтропении. Ну, нейтропению мы ожидаем, потому что это цитотоксическое лечение. Очень важно понимать, что пациенты с херстатусом и с перспективой изменения херстатуса необходимо понимать, что нужно охранять пациентов от инфекционного воздействия. Поэтому я обычно госпитализирую пациентов, если только возникает очень выраженная степень нейтропении. Качество жизни также исследовалось в исследовании ТАКС. И Мария до этого уже говорила о качестве жизни. Качество жизни не ухудшилось для пациентов, которые лечили с помощью химиотерапии. Я думаю, очень важно понимать, что касается токсичности, отсутствие клинических значимых различий между группами лечения по изменению среднего уровня жизни от исходного этапа по мере прогрессивного заболевания. В заключении необходимо сказать, что качество жизни было сохранено у всех пациентов. Некоторые применяемые метрики говорят о том, что ухудшается качество жизни, но это не так. Качество жизни сохранилось, и пациенты смогли... 74% оставались на момент прекращения лечения. Если мы будем говорить о лечении всех пациентов, то на самом деле, если мы посмотрим на другие прогностические факторы или другие предиктивные факторы, если мы посмотрим, то мы знаем пациенты, у которых более молодые, у которых более хороший функциональный статус по шкале, как пациенты меньше 65 лет, они показали лучшие результаты в отношении выживаемости и улучшения качества жизни. Но необходимо сказать, что очень важно отметить, что пациенты, страдающие раком пищеводно-желудочного перехода, также показали хорошие результаты. Но доверительные интервалы, которые показали негативный эффект, очень незначительные. В основном положительные результаты продемонстрировали все пациенты. Я также, мы задаем достаточно важный и разумный вопрос. Эффективность старых препаратов, применение старых режимов. Действительно, это показано или нет, особенно, например, пациенты, которые прошли через гастроктомию, в анамнезе, улучшилась ли выживаемость у этих пациентов или нет. Но необходимо сказать, что вопрос на самом деле не в том, что желудок был удален. и данные результаты данного исследования. Дорогой профессор, мы немного выходим из регламента, не могли бы мы подойти к голосованию, перейти на голосование? Ну, давайте посмотрим последний слайд и начнем процесс голосования. Те исследования, те выводы из исследования ТАКС, прежде всего, исследование ТАКС, это третье фазное исследование, положительный эффект лечения. До этого вот такая была парадигма лечения пациентов с метастатическим раком желудка. АЕСМ и АССМ в своих рекомендациях говорят о том, что рекомендуется предпочтительно в препарате третьей линии использовать пембролизумаб как препарат третьей линии. И сейчас давайте начнем голосовать. Вопрос следующий. Какая же ваша предпочтительная схема лечения рака желудка третьей линии терапии? Никакого лечения. Ирина Текан, как и раньше это использовалось, как и раньше мы обсуждали это в рамках химорефрактерных пациентов, режим фолфири, может быть, трифлоридин или анти-ПДЛ-1 препараты иммунотерапии, неволумаб, пембролизумаб или какие-то другие подходы. Пожалуйста, давайте голосовать. Нам необходимо несколько минут подождать для того, чтобы дождаться результатов. Очень интересно все-таки посмотреть, какой вариант лечения выберет аудитория. Но, как я уже упомянула, в Великобритании у нас, к сожалению, нет доступа к иммунотерапевтическим препаратам. Очень интересно дождаться результатов. Дорогой профессор, дорогая Елизабет, мы прокомментируем те результаты, которые получили. У нас за третью опцию, трифлоридин, типероцил, проголосовали 25%, поскольку, к сожалению, на территории Российской Федерации данный препарат не зарегистрирован. Предпочтение пока отдается комбинации, то есть назначению иммунотерапии. Но, конечно же, с того момента, как трифлоридин, типероцил, благодаря той блестящей доказательной базе, которую вы нам представили, наши онкологи получат значимую опцию в лечении больных метастатическим раком желудка. 20% проголосовали за трифлоридин, типероцил. Это фантастические результаты. Мы знали, мы пытаемся изо всех сил помочь нашим пациентам. Независимо от той опции, которую мы выбирали, все равно количество возможных опций лечения увеличивается. Все это основано на доказательной медицине. Я надеюсь, что чем больше у нас вариантов выбора, тем лучше для наших пациентов. И мне было очень интересно принимать участие в этой дискуссии. И я считаю, что как и химиотерапия, так и иммунотерапия, конечно же, они имеют будущее для наших пациентов. Но еще вопрос заключается в доступности. Любовь Юрьевна, подведите тогда итог доклада профессора. Глубоковажаемые коллеги, мне хочется отметить, что препарат Лансурф зарегистрирует в первую очередь, конечно, при колоректальном раке. Но у нас есть опыт работы с этим препаратом в плане клинических исследований при колоректальном раке. И нужно сказать, что действительно препарат очень хорошо переносится. То, что мы отмечали, это был, конечно, очень хороший клинический эффект у пациентов. Поэтому я думаю, что он найдет свое место и в том числе в лечении опухолей желудка. Поскольку переносится он действительно достаточно хорошо. Я думаю, как все вторсодержащие препараты, но это не просто вторсодержащий препарат, это другая комбинация двух препаратов. Я думаю, что он действительно займет свое достойное место. Спасибо. Спасибо большое, глубоковажаемый профессор. Ваше мнение крайне важно для российских онкологов. И мы очень следим за вашими выступлениями. Вы не так давно выступали на Евросаммите. Поэтому спасибо большое, что в своей такой огромной, трудной работе вы находите время и для российских онкологов. Спасибо большое.